всем привет первый квест выполнение рукоятки для ножа в принципе для любого ножа без наличия бойстера как подогнать плотно к ножу к клинку чтобы не было зазоров потом я буду использовать такой нож это нож для работы с кожей я изготавливаю ремесленный инструмент для работы с кожей и задача сделать для него ручку ручка состоит из трех частей две боковинки одинаковой толщины 10 миллиметров толщина можно чуть больше сделать с запасом вот ширина длина выбирается уже вами для каких нужд будет нож использоваться вот у меня здесь длина 105 105 105 миллиметров будет 100 в итоге потом эти отверстия срежутся для чего они нужны центральная часть толщиной толщиной такой же толщины как толщина хвостовика должна быть вот что делается далее прикладывается клинок центральной части таким образом у меня нож будет сбоку ручка идет немного сбоку вот таким образом вот если вам надо по центру сместили по центру все отметили нашу блин карандашом четенько все поставили ровно вот отметили карандашом и потом пилим на ленточной пиле пасы выпиливаем вот ну начнем пилить значит можно вручную можно на лобзике это сделать ручным лобзиком либо таким маятниковым обычным таким лобзиком электрическим я не знаю получится не получится может просто расколоть но если взять тоненькую тоненькую пилочку может быть и выйдет вот для ленточной пилы на ленточной пиле если пилить допустим я не знаю как у других у меня вот здесь ямка такая сделана утопленная эта пластина и очень плохо когда начинаешь пилить ныряет плюс здесь широкое отверстие еще такое квадратное вот это необходимо для того чтобы стол мог наклоняться чтобы получить нулевой зазор я использую фанерку фанерку ДВП что угодно включаем пропиливаем у нас получается здесь нулевой зазор когда мы пилим у нас ничего не выламывает не выкрашивается срез четкий ровный аккуратный без каких-то там заусенцев вот вот так есть и Продолжение следует... При выпиливании паза его надо сделать немного длиннее, хотя бы миллиметра на 3 на 4. Вот таким образом. Так видно все там, видно. Здесь, в этих местах, нож должен прилегать идеально практически. Ну, желательно, чтобы он вообще заходил туго, чтобы аж даже немного разгибало вот здесь, в этом месте, чуть-чуть совсем. Ну, или бы прям притирочку. Ну, вот у меня нормально, в принципе, получилось. Нет там никаких зазоров. И так же смотрим, чтобы нож прилегал и вот здесь. Чтобы не было щелей никаких. Видно-вильно. Теперь ставим среднюю часть на место. Так, сейчас первое. Так. Таким образом. Отверстия нам нужны для четкого позиционирования. Чтобы при склейке, при склейке никуда ничего не убежало. Я использую в качестве штифтов сверла обычные. Сверлю тройкой, вставляю тоже тройку. Она плотно достаточно заходит, нормально держит. Особенно важно, чтобы вот так не загуляла. Потому что тогда сразу перекос будет видно. Вот. И, ну, будет некрасиво. Если чуть-чуть вот так отклониться, мы можем с боков всегда поправить. Когда сжимаются струбцины, вот так. С боков можно всегда поправить и выровнять их. Все аккуратно будет. А сверла фиксируют, и она практически никуда ничего не уходит. Сейчас я покажу, какое просто получается отверстие. Такое отверстие даже невозможно получить, если вы будете фрезеровать. Она четкая. Все, если прям все плотно подогнать, по толщине, вымереть, какая у вас толщина хвостовика, делать такую же прокладку среднюю, то зазора не будет вообще не видно. Струбцинами сдавится. Допустим, толщина прокладки может быть там на одну, на две десятки больше, но когда струбцина сдавит, она все, этот зазор весь выберется и будет идеально все стоять. Вот. Отставляем. Так, правильно, нет. Да. Достаточно плотно входит. И мы видим, что у нас тут все ровно. Когда делаются детали, соединяете их вместе, до пропиливания паза, еще до пропиливания паза, после того, как сложили все три штуки вместе, просверлили отверстия, сначала просверлили отверстия, ставили штифты, взяли что-то типа этого, можно струбциной, сжали вот так, сжали и выровняли вот эту вот плоскость, зашлифовали ее. Тогда все получится отлично. Все, он входит туда прилично прям. Ну тут зазор, я не знаю, чуть-чуть есть где-то, может одна десятка. Но вот струбциной хорошая, если придавить, все выберется. Все будет замечательно. Так, еще немного о нюансах. Не использовал сразу. Вот эти вот плоскости, которые внутренние, их надо пришлифовать, обязательно. Если есть шлифмашинка, то на шлифмашинке. Не шлифмашинке не страшно. Берем доску, брусок, наклеиваем наждачку в соточку, 120-ю, пойдет там. И на дощечке, после ленточной пилы, пришлифовываем таким образом. Ничего сложного, но получается идеальная плоскость. Чем ровнее плоскость, тем меньше усилий нужно будет при склеивании задавать. То есть, струбцину можно быстро зажимной даже склеить будет. Все, и так же и вторую. Вот эту вот, тоненькую. Руками ее удержать сложно. Я придумал такой способ. Берем двухсторонний скотч, наклеиваем ее на брусочек. Прикладываем нашу пластинку. Это все до пропила надо сделать. Приглажили, приклеилась она. И потом уже выравниваем. Стал я приклеивать, потому что ее потом не оторвешь. Может нас ломать эту штуку. Вот, когда она целая, просто прошлифовали одну сторону, перевернули на другую. Если она у вас не была шлифована до этого. Также зашлифовали. И меряем толщину. Толщину меряем не снимая. Таким образом. Приложили к столу кровному. Взяли хвостовик свой. И смотрим. Выступает он, не выступает. По толщине света. Если средняя часть толщи хвостовика, шлифуем дальше. Также бывает. Эта заготовка, она не обработана. При обработке вот эта вот часть становится уже. Точнее, тоньше. Не уже, а тоньше. Чем крайнее. Два варианта. Можно обточить на гриндере оставшийся хвостовик. А можно сделать вот эту часть клином. То есть, здесь толще, здесь уже. Дерево проще обработать. Я и так это делаю. Вот. Еще один момент. Можно, допустим, все детали, сделанные из дуба. Можно среднюю часть заменить, например, на какой-нибудь другой цвет. Другого дерева. Можно взять черное что-нибудь. Здесь под рукой нет. Черное, красное, там какое угодно. И у вас будет четкая разделительная полоса. То есть, это посередине прям будет идти четкая разделительная полоса. Достаточно прикольно получается, нормально. Еще один момент. Можно не шлифовать. Если у вас станок пилить нормально, ровненько сюда, и вы пропиливаете, как бы, непрерывно двигая заготовку, у вас получается достаточно ровный срез. Там гуляют волны, получается, где-то, ну, три десятки максимум. Можно не шлифовать. Берем шпон, прикладываем сюда. То есть, у нас здесь шпон, потом средняя часть, опять шпон и соединяем. Шпон все компенсирует. И при склеивании не видно никаких щелей, все отлично получается. Ну, и плюс рисуночек у вас будет. Разделительные такие две полоски красивые. Так, клей. Пург 501. Держу его вниз головой, чтобы воздух вот здесь был. А не... Когда переворачиваешь, он засыхает там внутри. Пленка образуется. Он реагирует с воздухом, влажностью воздуха. И начинает реагировать. Если держать вниз головой, то пленка будет всегда сверху. Вот. Клей отличный. Склеивает как дерево хорошо, так и металл с деревом отлично вообще. Склеивает, пик оторвешь. Эбоксидка рядом не стояла. Вот. Есть один момент. Он при высыхании начинает пениться. Он становится как монтажная пена. И эту пену надо постоянно убирать с клинка. Вот так. Когда мы склеили все. Отсюда, особенно если зазор остался, отсюда начинает лезть пена. Вот отсюда. И она попадает на шлифованный уже готовый клинок. Ее надо постоянно ваткой с ацидоном вытирать. Вот. Ну, в течение, наверное, минут 15-20 где-то. Иначе она потом прилипнет. Ее можно срезать будет. Ну, можно повредить полированный клинок. Ей будет некрасиво тогда. Ну, в принципе, ничего. Я вот приклеил. Сразу обтер. Через 5 минут 10 подошел. Еще раз обтер. Ну, и еще разок. Потом и все. Если там уже и проступило в конце, то совсем немного. Ее можно содрать, используя только не металл надо использовать, а какой-нибудь пластиковую фигню какую-нибудь заточили, как стамеску. И ей срезать. Тогда клинку ничего не будет. И дерево тоже не поцарапается. Дерево и все. Все. Форму рукоятки. Потом уже придается форма рукоятки. Ее после склейки обрезаем по длине, как нам надо. Вот, допустим, я срежу здесь отверстие. Она будет 100 мм у меня длиной примерно. Может, даже чуть короче. И также потом можно вырезать уже на готовом ноже профиль. Нарисовать, вырезать. И далее шлифовка идет. В этом месте все было яснее. Нож получается уже значительно. Сошлифовывается больше. О, все попало. Вот. Тут вот так вот примерно будет вырезаться. Вот таким образом вырезается на пиле. И потом шлифуется уже на ролике, на гриндере или там вручную. Ну, как кому, у кого что есть. И также вот в этом месте ручка идет на клин. Здесь сужение идет, а здесь расширение. Вот это будет сниматься все потом в дальнейшем. Так. Всем спасибо за внимание. Квест практически пройден. Не стал весь процесс записывать. Потому что это нужно склеивать видео. Там постоянно редактировать. Мне на это просто пока времени нет. Ну, в дальнейшем я буду прокачивать свои возможности оператора и блогера. Точнее, умения. И, надеюсь, буду радовать вас более подробными видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.